Здравствуйте, уважаемые земляники! Со вчерашнего дня на просторах как калмыцкой интернета ходит новость о том, что в отношении двух индивидуальных предпринимателей, глава крестьянского фермерского хозяйства, возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. На сегодня у нас в гостях Бояр Сегоменко и Светлана Баджаева, которые вчера также в соцсетях выпустили видеообращение о том, что их привлекает к уголовной ответственности. И по факту посадки Джузгуна, поскольку мы знаем, в прошлом году у нас было даже видео, ходило такое позитивное видео о том, что у нас фермера, местные жители, студенты занимаются борьбой со пустыней, и это вот непосредственно те люди, которые этим занимаются. Привет, девчонки! Добрый вечер! Что случилось? Сразу переходим к этому вопросу. Почему так произошло? Разве с чем произошло? Я вот знаю то, что на сайте, я подписан на страницу прокуратуры республики, там была новость о том, что по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении двух индивидуальных предпринимателей по факту хищения 4 миллионов рублей и покушения на хищение 8 миллионов рублей. Бояр, вот как ты прокомментируешь? Я думаю, вы будете здесь много говорить, больше говорить. Ну, для начала я хочу сказать то, что мы занимаемся фитоменоративными мероприятиями на территории республики Палмыкия уже с 2016 года. Но посадку джузгуна мы осуществляли не только на территории нашей республики, также мы были приглашены по научному сопровождению в республику Чечня. И там результаты наших посадок имеются. А что касается именно вот этой сложившейся ситуации, это двух уголовных дел в отношении меня и Светы, в том, что мы не осуществили посадку на территории Бергинского СМО, совершили хищение бюджетных средств, это вот за весенние посадки 4 миллиона, и в этом году мы подавали опять на субсидирование, ну, возмещение части затрат по проведенным работам на 8 миллионов. На самом деле, как складывается ситуация? В Бергинском СМО мы работаем уже с 2018 года, вот. И закрепленные нами участки, они на сегодняшний день уже цветут. Даже те саженцы, которые мы сажали в, получается, весной этого года, ремонт участков делали, они уже сегодня начинают зеленеть, хотя именно в этом году очень большая засуха, вообще бесснежная зима практически, вот. И в таких вот тяжелых условиях, но при соблюдении всех технологических схем, оно у нас все равно произрастает, узбун. Вот. Непосредственно по вот этим уголовным делам Света является подрядчиком. То есть заказчик – это фермер, а мы выполняем уже работы. Вот. Светлана, она работает у нас здесь в городе, осуществляет все финансирование за ГСМ, наимств и косттехники, но у нас своя тоже имеется, трактор, сельхоз, ой, лесопосадочные машинки имеются. Вот. Она осуществляет все контракты по джузгуну. Джузгун – это кустарник, который принимается именно вот на песках, и на сегодняшний день патент имеет наш КНИСХ именно на посадку черенков. Вот многие задают вопросы, почему мы сажаем черенками. Саженцы, их принято сажать обязательно с поливом. Ну, а так как у нас с водой дефицит огромный, в республике, получается, саженцы тяжело сажать. Вот. Планировали мы где-то сажать сеянцы, но чтобы сеянцы сажать, мы должны их сами вырастить из семян джузгуна. Вот. Кроме этого, в междурядье джузгуна мы сажаем, ой, сеем кормовые травы. Это прудняк или жетняк, которые имеют именно кормовую ценность для наших сихоживотных. А, то есть, животные будут ходить, еще и питаться, да? Да. И получается то, что на сегодняшний день называется прям барханом, с любой амплитудой, там, с высокой, с частотой амплитуды. На нем уже есть растительность. Да. Они уже могут называться полноценными кормовыми пастбищами. Но для этого у нас, получается, сам проект идет на 2-3 года. Почему? Потому что первый год мы сажаем джузгун, междурядье у нас составляет 5 метров, и по схеме через метр сажаем веточки. То есть, каждый метр люди идут и сажают эти веточки. То есть, специально эти технологии, да? Да. Вы сотрудничаете с НИСХАЛой? Нет. Мы работаем и с управлением фитомилиарации, и с лесной опытной станцией работаем. То есть, консультируемся у непосредственно ученых, которые, они единственные, по-моему, на юге России, вот именно главное управление фитомилиарации, вот, которые непосредственно вот в прошлого века занимаются именно борьбой с опустыниванием, посадкой джузгуна, терискена и так далее. То есть, это очень... Мы с ними сотрудничаете? Не сотрудничаем, а консультируемся. В чем вот... Давайте непосредственно их делаем. За что именно привлекает? Почему? За какой там участок, я понимаю, вот земельный участок, сколько там процентов не вышло, где вообще вышло, не выступает? Почему следственные органы еще летают, то, что это мошенничество? Я так понимаю, там же схема такая, то, что вас посадили, он должен быть. И выходит, ну, даже они перепишут на сайте прокуратуры, то, что нету, то есть, тех площадей нет. Ну, во-первых... Мне бы хотелось поподробнее именно по уголовному делу. Во-первых, об отсутствии площадей не может идти речь, потому что площадя нам дает прям вот фирма, которая непосредственно занимается межеванием участков, землеустройством и так далее. Мы сами не можем на пальцах посчитать площадь, это понятно. Мы работаем в части этих координат. Эти координаты уже межу, конечно, мы сами на своих тракторах проводим по этому участку. Чьи земельные участки? Непосредственно тех фермеров, которые находятся на территории этих участков. Кроме... А получается так, что фермер подает заявку, заказывает, а вы это исполняете? Да. Вы как парадрельщик. Понятно. То есть фермер улучшает свои пазмящи. Да. И останавливает пески. И останавливает пески. Самое главное. Потому что они у нас эоловые. А эоловые, это значит, они движущиеся барханы. Они на месте не стоят. И при хороших ветрах, а у нас господствующие это ветер, ой, восток, запад. Астраханец. Ну да, один сезон они дуют сюда, другую сторону туда. То есть и все время рельеф песка, каждый сезон он меняется. Вот. И так как они движущиеся, и будет хороший ветер, то есть те, которые на сегодняшний день можно считать пастбищами, и они находятся в зоне риска, если находятся рядом с очагами опустынивания. Вот. Это что касается по площадям. То, что нам в органах говорят, что мы вообще ничего не посадили. Вот из-за этого и хотят как бы нас судить по статье 159. Какой период вы не посадили? По их мнению. 12-й год. Никакой. Ой, фу, 2019-й год. То есть прошлый год? Весна. Весна. Это то, что мы уже профинансировались, якобы мы там вообще не посадили, и пытались похитить еще. 8 миллионов. Это уже посадки. Осень. Осень, весна. Да. И весна 2020 года. Хотя мы работаем от Межи до Межи. У нас очень большое количество свидетелей. Вот мы примерно подсчитывали, где-то 92 человека задействованы. Это в том числе люди ручной посадки. Это повара, трактористы, механизаторы. Люди, которые работают на СЛЧ. На СЕЛК. СЕЛК, да, лесопосадки. Студенты, я знаю, у вас работают. Студенты. Вот у нас в КГУ есть контракт, что производственную практику факультет ИСПО по землеустройству, они проходят у нас. Сначала они у нас на базе проходят практику, мы их обучаем всей теории, а потом мы им предлагаем, у кого есть желание выехать на участки, Светлана остается в Элисте, в офисе, я еду на участки. Кто хочет поучаствовать в проведении фетоминеративных работ, потому что была преемственность и передавалось. Потому что на сегодняшний день те люди, которые нам осуществляли научное сопровождение, консультирование, они уже очень давно, 70-х лет, они в борьбе с опустыниванием. И вот этот промежуток очень мало. Мы все подрядчики друг друга знаем. А если молодежь будет знать, как это делается, на глазах у них это будет цвистит, в это результат. Но когда есть из этих студентов, кто соглашается выехать туда, мы их возим за свой счет, кормление за наш счет, проживание за наш счет. И плюс, кроме этого, такая же идет заработная плата, как и работникам основанным. То есть работа ведется? Да. Работа ведется. Тогда почему органы, предварительное следствие, в том числе и прокуратура, это не свежегося прокуратуры. Как я понимаю, это все прокуратура не свежегося. Почему они считают то, что не так? Пока сейчас по устному их разъяснению был нанят ими эксперт, мы не знаем ее личности или его личности, который установил то, что на наших участках посажено всего лишь на 30% джезгуна. А вся остальная посадка – это старая посадка. Но у нас есть доказательства, которые доказывают, что эти участки были пустыни. Даже специалисты ГБУ, какие-то управления нашего, 11 лет, как они говорили, они 11 лет боролись не под программу, не под господдержку, просто дабы остановить этот очаг опустынивания, но у них не получалось. Когда увидели они в этом году, мы их повезли именно на эти участки, Байерванна осуществляла выезд. Они удивились и были, если честно, в шоке от того, что эти участки закреплены, они не движутся больше. 11 лет назад начались эти работы, я хочу сказать, что не под господдержку, но именно вот этот очаг, по которому идет уголовное дело, мы его, честно говоря, просто точечно тоже избрали. Вот он оловый, древнеолевиальный, мы будем на нем работать. Договорились с фермерами о том, что мы производим работу на вашей территории. Они говорили, да, нам нужно, чтобы эти пески остановились, во-первых, во-вторых, чтобы здесь были пастбище. И самое главное, что вот такая вот зона риска, получается, Бергин, это СПК Полыны, он находится западный. И этот Бархан, он находится на границе Астраханской области и республики Калмыкия. Он стоит с востока. И получается, при хороших ветрах он как раз-таки двигался в сторону Бергина. У них есть на территории Бергинского СМО село Смушково. Многие о нем знают. Очень хороший, такой цветущий поселок был, как вот нам местные старожилы рассказывают. И вот наши работники, с кем мы работали, кто со Смушково. Вот он свел, все хорошо. Поголовье было хорошее, сихоз животных. Но ввиду именно вот таких обстоятельств, что зашли пески с Смушково, люди были вынуждены покинуть этот поселок. И на сегодняшний день там может быть 2-3 дома, которые там живут. И то вот те жильцы, которые уже давным-давно там живут. И он очень большой риск представлял именно для самого поселка Бергин. А когда уже к нам приехала комиссия с проверкой, проверяли другие участки. Ну просто так как мы очень гордимся своей работой, мы решили им продемонстрировать, вот что год назад мы посадили, а на сегодняшний день и вот с вот таких маленьких черенков вырастают саженцы ростом выше меня порой. Но рядки все видны. Мы им показали, и вот они были удивлены, как у вас это получилось. И мы рассказали, что мы делали не просто механизированную посадку, то есть механизированная, это человек находится в тракторе, МТЗ-82, если уже чуть выше на бархан поднимается, это ДТ гусеничный. И на лесопосадочных обслуживает 2 человека, посадчика, и еще идет человек, который притаптывает, потому что это одно из основных притаптывание от выдувов. Что, закрепился, чтобы. Да, от выдувов. А мы сделали так, а там, где уже выше амплитуда, куда трактора не могут подняться, там уже у нас работают ручная посадка. Идут в паре двое человек. В основном, так как это тяжелый труд работать на сажальном шиле, как правило, это мужчины или молодые парни, а женщины, даже бабушки. Дети. Да, но дети не носят. Да, они вставляют саженцы, притаптывают, и ребята еще штырями закрепляют. Точно мы еще в каникулу и так далее привлекали детей, но по согласованию с их родителями, они просто доносили саженцы, потому что даже вернуться с бархана вниз и снова на себе нести не сто веточек, а они блоками несут, чтобы туда-сюда не бегать. Мы и детей привлекали, то есть, но это все было очень дружно. Работа ведется. Да. Работа ведется. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Даллнхойрхудл» «72 небылицы», рассказ «Диалог Кемельхын» «Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Даллншиндже» «Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий, традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Мендефт Эн Би» Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране. Светлана, вы сказали, что 30% всего лишь от того, что я понимаю, что есть какой-то, наверное, люфты определенные, от скольки процентов считается работа, выполнена? То есть не весь джузгун же может приняться, там процентов какая-то есть же? Ну, от 65% это может приняться джузгун. Все остальные, это можно отнести туда по травам сельхозживотных, потому что эти участки ничем не огорожены. Мы как бы предварительно всегда предупреждаем всех фермеров, чтобы не пасли именно на этих участках, как-нибудь их обходили. Но иногда бывает... Чем бы нам подъезжаем. Да, чем бы нам подъезжаем, так же все говорим. То есть правоохранительные органы вам предъявляют то, что вы сделали работу на 30%? Но там, дело в том, что там все цветет. И там более 65%. Просто заключение эксперта... Но мы его не видели. Мы даже его не видели вообще. Но это все наши посадки. Мы знаем, какие были... Вот Баира Ивана непосредственно постоянно находится на этих участках, и она постоянно осуществляет, следит за тем, за ходом всей работы. Это были пустые совершенно участки. Там были открыты пески. У нас есть фотографии, видео. У нас есть фотографии, да. Давайте я следователь. Я, например, следователь и говорю, вы мне врете. Просто так прокуратура, органы не будут возбуждать уголовное дело для того, что... Может быть, есть ли какие-то там моменты, определенные случаи, моменты, где вы, может, что-то недоглядели, может, они действительно в рамках? Нет. Нет. Такого нету, потому что я живу 3 месяца в сезон. Именно там у меня ребенок, ему 10 лет сыночек. Он, получается, практически все 3 месяца он меня не видит. Вот. Я нахожусь там, и ежедневно я выезжаю на эти участки, сама проверяю. Кроме того, что я сама контролирую, у нас на участках закреплены бригадиры, которые непосредственно за рабочими ходят, проверяют, то есть вырывают саженец, на какую глубину посажены и так далее. Но так как у нас, получается, вся бригада, вот, и местные жители Бергина, они очень заинтересованы в восстановлении этого песка. Это, конечно, да. Вот. Они сами уже друг за другом следят, и если кто-то появляется, новое лицо, там, с или с или откуда-то, даже несмотря на то, что это наши специалисты приезжают, они даже подходят и друг друга контролируют, учат и говорят, вот, пересаживайте и так далее. Даже есть случаи, когда люди возвращаются на свою линию и по новой пересаживают саженцы. Но там контроль мой идет ежедневный. То есть говорить о том, что там посажено всего на 30% это... Нет, это абсурд. Это абсурд. Да, полный абсурд. Тогда в связи с чем? Почему? Прокуратура, правоохранительные органы проводят проверку, инициируют, возбуждают. Ну, если честно, нас тоже этот вопрос интересует. Вы дали нас за мошенниц, как вот вы говорите, то, что на сайте или на странице прокуратуры РК было написано то, что подали я... Фиктивные. Фиктивные документы о якобы проведенных фиктивных мероприятиях. Но, честно, это очень задело. Это обидно на самом деле, когда постоянно находишься на участках, детей не видишь по полугода. я мужа, например, своего постоянно не вижу. Это выезды постоянно, надо договариваться с контрагентами. Где-то селки, где-то трактора, где-то то. Ваэр Иванова вообще безвылазно сидит именно в Биргине. Поломки тракторов. Сами у нас есть видео, где она осуществляет перебортирует там Ниву, откапывать трактор. Это же постоянный ежедневный труд, который они сейчас обливают всей грязью. Объяснение. Да. Выскажу такую версию. Баэр Иванова, Светлана, ну вы активная, вы активно участвовали, ну вы выступали на митинги на Пагаде 7 дней, на первом, второго, первого октября, я уже не помню, первого октября. И вы выступали на митинге 13 октября, вы тоже были. Вы скажете такую версию, что можно связать это преследование по уголовному делу в связи с выступлением с вашей гражданской позицией. Как вы прокомментируете это, что вы ответите? Лично мое мнение я не исключаю. Знаете, почему? Я же говорю, что я работаю в фитомелиорации получается с 16-го года, с 2016-го года. Понятное дело, первое время мы не могли такие площадя брать и так далее, техники еще не было. Мы всему обучались, только как это делается и сельхозтехника, люди и так далее, все было абсолютно по найму. Вот. А со временем уже, когда мы более или менее они уже прям входили, входили. Мы каждый сезон пытаемся приобрести именно то, что необходимо в следующий сезон. То есть, один раз у нас пошло приобретение трактора, другой раз мы приобрели к нам пассажирскую газель. Потом нам пошли на встречу, предоставили безвозмездно в пользование Соболь для того, чтобы транспортировать. газель. Кто представляет? Какая организация? Вот главы фитомелиорации, они нам как предоставили? Они приехали в очередной раз на комиссию проверять участки. Как раз именно эти участки, по которым сейчас идет с уголовное дело. Да. И уже увидев результат нашей работы, они говорят, девчата, мы такую работу не видели со временем. Вы чуть уходите в сторону всегда. Вы говорите, что связываете. С чем связываете? Почему связываете? Потому что раньше же не было таких проверок. Такого угонения. Почему? Потому что у нас получается одновременно проверяет несколько... Да. Вот знаете, как вышло? Вот мы где-то 17-го, в середине мая мы подали пакет документов для получения субсидий. Простым языком. Буду говорить Министерство сельскохозяйства Республики Калмокия. Как я в видео говорил, то что были постоянно препоны со стороны работников Министерства сельскохозяйства. Далее 26-го у нас в министерстве изъяли наш пакет документов сотрудники ОБЭД. Весь период мы ждали. То есть, ранее, когда вы сотрудничали с Министерством у вас проблем не было? Не было. Вы с ними работали? Вы там всех знаете, да? Я уверен в этом, потому что у вас есть помощник. Я прежде работала в Министерстве сельскохозяйства. После участия в публичных мероприятиях стали возникать такие проблемы, да? Возможно, мы не отрицаем этого. Мы это видели, мы обращу, что уже нет. И вот с 15 июня именно это все с 15 июня у нас прям в одну неделю произошло 15 июня у нас изъятие обыска, допрос до 5 утра сотрудниками ФСБ произвели у нас в офисе. Далее 17 июня сотрудниками ОБЭД был произведен допрос наших работников центра в отсутствие нас. Мы с Баирой Иванов как раз были в командировке в Лагане, ездили в ФСС. По возвращению нас попросили заехать в Яшкуль. Но в течение всего дня допрашивали наших сотрудников. В Яшкуль мы остановились, также зашли в отделение полиции. До 5 утра также нас допрашивали. 18 числа сотрудники БЭД те же самые поехали допрашивать наших работников уже жителей поселка Бергин. На месте. Да, на месте уже. И 18 числа по я не знаю как так сложилось нас отключает там Энерго причем не за задолженность по электроэнергии а из-за простого недопуска из-за того, что Баир Ивановна как раз отсутствовала здесь в Листе она как раз ехала в Бергин. Сейчас Баир Ивановна приедет ключи привезет мы вас допустим туда нам нечего скрывать. Ну и нас отрезали. Мы полторы недели пытались подключить. То есть нам заморозили абсолютно всю работу. Но во время вот этого обыска когда ФСБ приходили с обыском и изъятием у нас изъяли документы касаемые именно фитомилирации кроме этого забрали наши блокноты в которых у нас есть формулы там счета и так далее то есть наша работа естественно там планерки и так далее те блокноты забрали. А буквально вчера часиков в пяти вечера в пять часов вечера к нам приехали ко мне домой я живу на съемной квартире со своим сыночком вот сыночек как раз заходил домой и сразу за ним без звонков без стуков заходят люди и он говорит ну как я его чуть-чуть предупреждала потому что думаю мало ли чего потому что до десяти лет светит и так далее всякие ужасы рассказывают вот и я думаю чтобы ему это не было внезапно чуть-чуть подготовили ребенка да и он 10 лет и он заходит и такой говорит мамочка кажется началось и уходит уходит и вот ко мне заходит в этот момент Светлана была у меня так как на сегодняшний день мы еще проекты делали бизнес планирования и так далее мы с ним двоем сидели занимались расчетами вот заходят к нам получается трое человек это два сотрудника б один с фсб один сотрудник по техническим средствам двое понятых то есть у вас дома проводили обыск да искали документы ну сначала спросили есть ли оружие наркотические средства добровольно вы да ну мы сказали что ничего такого нету вот документы деньги и так далее ничего нету естественно они прошлись по всей моей квартире и моих комодах личных проверяли диванах и везде ну так как ничего такого у меня вообще я работу домой не ношу ничего изъято не было ну в принципе что касается вот обыска у меня например у меня как бы замечаний нету потому что единственное только смазочек он сразу стал снимать но я сама тоже снимала потому что я уже не знала что происходит вообще вокруг меня и решила чтобы оберечься и вот и со Светой мы об этом обсудили и родители своих предупредили чтобы они не были шокированы будет такое вдруг мы точно не ожидали будет или не будет вы снимаете все на камеру вот и мой сыночек естественно взял камеру и начал снимать сотрудников и что вот пока шел обыск его без конца вгоняли в другую комнату чтобы он не мешался проведению обыска потому что являлся посторонним лицом хотя он несовершеннолетний ребенок который вот просто ну в ужасе при родителе должен находиться вот Светлана как вы встретили новость о том что в отношении вас возбудили уголовное дело я если честно была ошараш ну вообще если вот у нас ваерванна в тот момент как раз я не знаю по верующим закололось закололось сердце да это давление сердце хотя молодые девушки ну вот так вот нам сказали и у нас в течение я не знаю дня трех как мы только узнали постоянно болела голова калмыцкие небылицы приметы и гадания три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании вышла книга которая обещает стать библиографической редкостью сказка Далунхойрхудл 72 небылицы рассказ диалог Кемельхэн приметы 25 позвонка овцы и образец гаданий Далуншинджэ гаданий по бараней лопатке представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир Книга будет интересна как взрослым так и детям и станет прекрасным подарком каждому кто интересуется калмыцким фольклором Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке Мендифт Эн Би Здравствуйте Это я Так жизнерадостно называется этот альбом Стильный современный дизайн текст на калмыцком и русском языках а также информация о калмыцких обучиях и традициях связанных с рождением детей делают его уникальным Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного а также о таких важных моментах которым наши предки уделяли особое внимание как положение в колыбель разрезание пуд бросание шапки под ножки начинающим уходить срезание первородных волос Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона указанного на экране Вот в то же время когда у Баиры Иваны производился обыск производили обыск у меня дома Вы с кем проживаете? Я проживаю с моей мамой сестренкой родной моя дочь трехлетняя и мой муж На тот момент мужа не было он был на работе и вот мы как раз таки четвером были там Маму я тоже предупредила заранее потому что она все таки уже пожилой человек Я вообще до последнего скрывала чтобы оберечь ее только от этого но потом пришлось и хорошо что я это сделала потому что в этот же день пришли с обыском Обыск произведили присутствие моего маленького ребенка три годика куча людей понятые следователи сотрудники ОБЭК проверяли абсолютно все ну так же как у Байера Ивановна сперва предварительно спросили есть ли что незаконно или что касается например уголовного дела только единственное что мне взяли это обратно мой личный блокнот в котором все записано контакт данные все я не знаю не касающиеся этого уголовного дела это моя просто жизнь даже личные данные мои там записано просмотрели все шкафы комоды все мои личные вещи ну ничего не нашли вот и закончили полчаса два наверное шел у меня обыск дома закончили просто и мы поехали дальше на обыск да в это время уже когда у меня произвели обыск мы вот с двумя сотрудниками БЭПа и две понятые девушки мы с ними выехали уже к нам в офис приехав туда там еще был сотрудник ФСБ и еще один сотрудник с Яшковского РОВД вот они нас уже ждали с работником нашего центра они стали снова проверять ну производить обыск уже в офисе мы стали им говорить что все что вы можете здесь из документов найти уже сотрудникам ФСБ изъято поэтому здесь ничего нет но если вам надо вы пожалуйста мы никак не вас препятствовали вот они искали опять в диванах у нас и в общем везде искали искали и кроме того что вот как в прошлом было обыске здесь они еще проверяли наши компьютеры изъяли компьютер наш телефоны у нас изъяли хотя мы говорили что у нас работа станет вся потому что кроме фитомилирации мы в другие сезоны занимаемся обслуживанием фермеров но тем не менее это никак не послужило причиной чтобы телефоны остались с нами телефоны у нас тоже изъяли пока обыск шел уже Света приехала со своей получается их порядка было человек 15 обыск шел мне звонят с дома моих родителей хотя это даже не прописка у меня прописка совершенно другая и живу я на съемной квартире это получается просто дом моих родителей приехали туда а на сегодняшний день у меня мама вот она у меня безработная две сестренки там находились младшие папа мой находился и пятеро моих племянниц там тоже обыск да они до шести лет все девочки вот совершенно маленькие там два годика три года двоим и вот так вот пять маленьких девчонок мама естественно моя разволновалась распаниковалась начала ругаться почему вы моих дочек считаете ворами мы не воры мы все честно делаем я сама там участвовала в этих работах работала то есть все работы я знаю в общем такие были вопросы но тем не менее все равно обыск проводили на территории дома моих родителей прошли но естественно тоже они там ничего не нашли вот мама моя до сих пор вообще еще отойти не может я ей сегодня весь день звоню успокаиваю у нас люди поддерживают все остальное вот она просто вообще в шоке кроме этого у меня там находилась сестренка которая больна эпилепсией вот они приехали из-за границы и вот ввиду пандемии и так далее выехать не могут она находится у моих родителей народная племянница моей мамы вот она вообще у нас эпилепсия и вот такие вот страшные вещи получается члены семьи наши видят тоже задают да нас начали об этом что вы данной ситуации чувствуете как вы прокомментируете чувствовать ну очернили нас очернили нашу работу очернили наши семьи облили грязью за якобы фиктивные документы я не знаю если мы мы вообще как бы нет как сказать сторонники за то чтобы поехать с ними же и показать нашу работу да показать нашу реальную работу мы готовы я не знаю наши работники которые у нас в Биргине они все очень хорошо о нас отзываются но сейчас ввиду вообще всех политических движений они боятся записывать видео они говорят если будут допросы и так далее мы будем говорить что да мы согласны что да мы работали и все они хорошее мнение и вот так в устной форме они же говорят это же наоборот благое дело что вы приезжаете в село и даете нам работу потому что многие люди там без работы находятся мы платим тысячи рублей в день то есть в сезон сельчанин может заработать 60 тысяч рублей но за два месяца это вот если он будет ходить допустим каждый день мы раньше платили вообще ежедневно но когда вот пошел 115 блокировка по 115 фз мы не смогли уже со счетов снимать естественно мы стали платить в конце месяца да зарплату но никогда старались не подводить люди это знают один раз вообще мы уже не успевали нас поздно профинансировали мы буквально прям накануне нового года привезли люди 29 числа 29 декабря мы зарплату да они радовались мы потом после нового года 4 я говоря приехали накрыли стол поблагодарили бергинца что мы так хорошо мы очень дружим с сельчанами они знают даже весной в период цапмана стрижки многие там могут и там зарабатывать тем не менее они идут к нам у нас очень дружно получается в бригадах мы все кушаем на земле все вместе у кого там что есть все выгадут на общие это как советское время теплое теплое вот вы специалисты по фитомиллионации много ли у нас фермеров или подрядных организаций по-моему если честно пересчитать на пальцах одной руки где-то 7 5-7 а большие объемы кто кто такой сильный подрядчик ну мы по объемам даже вот из-за профитикета мы никогда не интересуемся другими площадями нашими площадями кто по какой технологии каждый подрядчик он сажает по технологии свои проектные документации поэтому мы как бы не отслеживаем мы просто все друг друга знаем кое-когда мы можем друг друга выручать просто я намекаю на то что если сейчас деньги тоже идут может быть какой-то подрядчик или те же иные заинтересованные рыцарь так скажем хотят вас убрать как конкурентов да нет знаете сколько песков в республике из тех кто на сегодняшний день есть подрядчики я думаю вряд ли да мы не конкурируем у нас у каждого свои территории например на территории Юстинского мы работаем туда не заходят но даже если зайдут другие подрядчики вопросов нету территория большая да территория именно вот песков очень много на всех хватит хватит вообще на всю республику даже если вот у нас волонтеры приезжали работали но мы и волонтерам платим они сначала едут на как бы безвозмездных условиях чтобы нам помочь но мы не можем всем платить платить а вот вас выделяем вы же волонтеры тоже платим все равно по исчению всей работы оплачивается почему вы решили опубликовать эту новость почему вы решили выйти с видео ну в том числе прийти сюда на интервью согласились знаете такой идет натиск на нас тоже все это в устной форме произносится то что нас сейчас ну не буду скрывать завтра мы едем на допрос до следователя и нам так и прямо говорят то что с завтрашнего дня вас закроют есть установка на 3 дня до меры пресечения до меры пресечения ну вообще будьте готовы до 2 месяцев сидеть а то есть вас изоляруют меры пресечения заключения под стражу на 2 месяца наберем издательства и плюс еще то что нам грозит 10 лет 10 лет лишения свободы как нам сказали это ваша статья и вот эта вот часть она посадочная она в любом случае посадочная да что там нету условных условной но мы на условно не готовы во-первых ну у меня у моего сыночка кроме меня ну ближе людей нету это естественно потом это позор моему папе почему потому что он очень порядочный человек он по сей день он работает в министерстве сельского хозяйства в отделе растеневодства тем не менее он до сих пор с южного района ходит пешком то есть если бы мы хитили какие-то там средства государственные хотя бы у моего папы хотя бы приора была бы или десятка ну конечно вот мы эти все деньги которые бывают у нас из дохода уже в прибыль выходят мы их опять вкладываем в фитомиллиорацию потому что мы понимаем что мы сюда пришли ни на год ни на два деньги заработать и смыться мы учим этому местных жителей мы учим людей фермеров вот у нас есть фермеры которые сами приезжают и говорят девчата мы знаем результаты вашей работы видели в инстаграме где-то научите нас у меня реальные пески вот мы говорим вот мы поедем научим учим фермеров учим студентов учим местных жителей то есть мы эту информацию себя не закрываем не делаем так что вот мы одни вот такие хотим деньги зарабатывать и все больше ничего не надо мы наоборот за то чтобы все выходите все работаете и пускай и пускай субсидируется потому что как-то это должно размещаться хотя бы даже элементарно домой хлеб купить а из-за того что нас заблокировали там все счета мы не можем финансирование получить еще какие-то трудности идут в бизнесе вот с этими проверками вот честно признаться да Санал это стыдно как бы и может быть кто-то даже не поверит да вот этот вот прошлый месяц мы среди наших ребят друг у друга даже есть может быть кто-то будет проверять наши смски или там счета наши мы 28 рублей занимали друг у друга на хлеб но не можем это вот так вот огласки придать потому что им стыдно во-первых во-вторых родители наши говорят вы что там вообще делаете спасибо вам что делать нечего вот лично мне да моя бабушка ей под 90 кстати еще должны были у нее обыск делать потому что она я там прописана но тут именно вот спасибо может быть в этом случае именно вот ребята вчера делали обыск они сказали ладно ночью мы не будем обыскать в следующий раз получается на сегодняшний день мы в долгах бешеных но мы не отказываемся от этих долгов мы будем выплачивать кроме этого мы дальше планируем и как вот у нас именно со светой у нас вот есть мы где работаем информационно-консультационный центр помощник его и название почему помощник потому что я изначально когда создавала эту организацию я хотела помогать именно фермерам именно сельскому хозяйству наши люди они производственники они не знают как трактуют те постановления как получить субсидии и так далее мы это делаем сами фермеры они вот даже сегодня нам все пишут что это вот единственные девчата которые действительно на такой мотиве помогают нам давайте их поддержим и так далее здесь я согласен у меня братишка у вас обслуживает он мне звонил стал переживать какие-то у вас проблемы рассказывают дозвониться не мог до вас вот по ценовой политике допустим бухгалтерская услуга на сегодняшний день пускай даже мрот да 12 тысяч у нас обслуживание в месяц две тысячи то есть для фермера да вот сейчас переутвердилось три для фермера как бы это просто даже затрата приехать в Элисту что-то сделать и уехать ГСМ вот всячески мы старались а теперь получается да я вот честное имя это прям стопроцентное я говорю честное имя именно своего папы я получается пачкаю на сегодняшний день хотя он у меня сельхозник Тимирязево закончил я в сельском хозяйстве у Светы мама такая уважаемая вы знаете и вот вы задали вопрос да почему мы обратились в интернет-сообщество почему мы к вам пришли сами потому что во-первых мы и начали бояться даже что а вывезли ли нас там адвокаты защитники как что нам делать если мы к кому-то одному обратимся а вдруг он кого-то там не знает а это дело не продадут у нас сейчас нет денег там что-то кому-то платить мы и не намерены платить потому что все деньги которые мы могли бы заплатить мы уже заплатили мы заплатили людям мы заплатили запасать материал мы наняли трактора ГСМ заправиться дистопливом мы ездим с Бергина в Янотаевку это ближайшее где Янотаевка она получается сколько там где-то 40 километров до востока где-то 60 километров мы просто едем дистопливом естественно за ним ехать надо тоже на газели и так далее кроме того мы газ должны заправиться бензин поставить и так далее помимо этого мы старались и местным людям помочь там нужно чабану какой-нибудь фермеру бензин они знают что у нас всегда есть дистопливы они приезжают у нас могут купить мы им идем на встречу где-то мы к ним обращаемся за помощью местные жители нам очень хорошо помогают там один у них есть хороший такой старожил он сварщик хороший он нам делал когда у нас СЛЧ поломалось он нам сварку делал там другие взаимопомощь да водовоз мы там же и знаете вот так обидно а именно почему мы к вам пришли не из-за того что там вот я на митинге выступала и так далее просто мы сейчас хотим к людям к нейтральным прийти мы обращаемся ко всем мы обращаемся и к вам там и там в опору России обращались народу хотим обратиться в общем везде не то чтобы там пиарить себя или придать огласки а просто свой честный труд защитить потому что я лично от Межи и до Межи я каждый участок знаю я без координат на каждый любой пусть хоть 100 человек со мной выезжает проверяющих будем проверять пожалуйста что касается этих работ и хищения каких-то денег я же даже и вот я проверяющим говорила я готова на любые проверки на любые но только чтобы хотя бы изначально хотя бы и нас приглашали степи даже земельщики не имея координат могут запутаться а мы просто почему знаем мы ориентируемся именно по барханам а сейчас а сейчас получается я всегда старалась и вот света мы всегда старались честно все мы работаем в долг часто с нашими фермерами мы понимаем какой тяжелый труд а на сегодня получается мы как эти главные мошенники 12 миллионов хотели куда-то запрятать 10 лет грозит страшно ну конечно страшно если меня посадят я выйду понимаете у меня ребенок трех лет это получается я выйду она уже будет подростка 13 лет а у меня вы уже в тюрьме сидели никто не посадит девчонки ну все равно нас так пугает почему мы обратились в общественность почему мы решили создать страницу в интернете потому что уже мы в растерянности мы уже не знаем откуда помощи ждать на самом деле у нас даже если мы кому-то не угодны в нашей кавыке мы уйдем в другой регион запросто в Чечне нас ждут тогда уже будет не научно мы поедем там работать потому что мы там уже работали мы в Астраханской области можем работать потому что лучше там мы будем останавливать пески там нет угонений проверки возбуждения дел ранее сталкивались ну проверки всегда они были мы всегда за проверкой это Роский контроль проверяет уже здесь в министерстве ну мы даже об этом не знали проверяет проверка дальше проходит У нас именно проверяет Главное управление по фитомилирации, они выезжают прям с линейками, с камерой, то есть замеры делают, вытаскивают саженец, на углубление проверяют, то есть вот такие проверки. Но они текущие, мы с этим согласны, и мы и сейчас согласны, пусть ФСБ, БЭП, прокуратура, сейчас следствие, пускай их, пожалуйста, и они проверяют. Но, во-первых, не нужно нам угрожать, желательно бы, чтобы это увидеть. Да, но здесь подробнее, как вам угрожать? Ну, в плане того, что, вот допустим, когда я говорила, что вот вы нам не верите, мы такие работы произвели, у нас есть фото и видео. А что ваши фото и видео? Мы видели ваши работы, вы ничего там не посадили. Вот это разве не предвзятые отношения? Потом мне говорит один из сотрудников, мы еще не раз с тобой встретимся, так что типа, вот такого плана. Потом... Нашим работникам звонят. Да, я, например, вообще не хочу, чтобы в памяти моего сына я вот такая осталась. Он сейчас ребенок, а когда он станет взрослый, он же все детали помнить не будет и все детали не знает. Он будет сидеть и думать, а что-то моя мама, может быть, и что-то преступничала. Впереди у него переходный возраст. И вот вы говорите, если она 10 лет посадит. Он весь переходный возраст проживет без меня? Это что такое? Без призорства или как? Или моей маме, которая не работает, болеет, папа, который тянет несколько семей, им что ли моего сына поднимать и воспитывать? К слову, Клейер Ивановна, он воспитывает сына одна. Ну, я уже понял. Я вам верю. У нас есть фото, видим. Я вам верю. Люди, документы. Вы очень подробный рассказ рассказали. Я вам верю, действительно. Девчонки, я желаю вам удачи. Мы не можем вмешаться в следствии, мы не можем влиять на прокуратуру и погонить в органы. Я не хочу даже на один день с анал садиться. Хотя нам говорят, там ничего страшного нет. Я уверен, что вы будете на саду. Ну, так и говорят, берите с собой щетки, сумку собирайте с собой. Сейчас, завтра вы поедете в Саганаман и вас там запомнят на 48 часов. Да, мне нужно по 91 статье, что ли, я не буду. 91, поэтому я сильно в законодательстве не забираю. Да, потом по судебным решениям, либо же продление, либо же зодка. Как будто мы такие преступники, как будто мы прячемся, там чего-то скрываемся. Во-первых, нам вчера начали пытаться, что вы трубки не берете и так далее. Нам позвонили в момент, когда у нас идут сейчас гранты. Да, гранты, мы готовим бизнес-планы для наших фермеров. Мы каждому индивидуально подходим, звоним им. Есть фермеры бабушки, чтобы их лишний раз не тревожить. Ребята все, они волнуются, каждый хочет поучаствовать. Естественно, каждый хочет получить поддержку на развитие. Хорошие такие фермеры, мы в каждый бизнес-план вникаем. Вот честно признаться, это фермеры даже подтвердят, мы работаем круглые сутки. Мы так и говорим дома, я родителям, она своему супругу. Все, мы ушли на фронт. Мы так говорим, и все, мы туда уходим. У нас даже повар есть сейчас, который вот там. И мы делаем как? Допустим, Светлана ночью работает, я в течение дня обслуживаю клиентов. Считаю, все консультирую. Потом я ложусь спать, там же на работе. Света считает. Ни разу не было, чтобы там были какие-то придирки к нашим бизнес-планам. Наши бизнес-планы висят на сайте Менсихоза России. Поэтому как бы мы свою работу всегда делаем честно. Люди нам верят. Так, чтобы сказали, что вот они у нас там взяли больше положенного деньги там за беспланы или какие-то там откаты и так далее. Никогда такого нету. А вот сейчас получается, мало того, что наша работа фитовская стала. Сейчас еще нам по грантам заморозят. Мы просто имя потеряем. Скажут, вот я из-за них участвовала. Все потеряете. Да, фермеры скажут, я участвовала, а они замараны. Зачем я даже буду к ним документы нести, если их вечно обыскивают? Обыскивают, взымают. Не буду я у них обслуживаться, буду обслуживаться в другом плане. Тогда что нам, котелки собирать и уезжать отсюда? Да, ваше мнение с этой позиции, с которой вы будете, о перспективе этого уголовного дела вообще? Честно, мы даже не знаем исход вообще этого уголовного дела. Я вообще даже боюсь предположить, что вообще будет и не забегая вообще вперед. Пока вот только завтрашний день. На завтрашнем дне пока у меня только все останавливается. Дальше я не знаю свою судьбу. Вот так. Есть ли еще что сказать? Ну, единственное, что хотелось бы обратиться, ну, мы к интернет-сообществу уже обратились вчера. Мы даже сами, честно говоря, не ожидали. Мы думали, это все в рамках Калмыкии пройдет, а нам уже и с России поддержку хотят оказать там. И такую юридическую правовую международную организацию. Мы даже, честно, не ожидали вот такого. Мы вообще рассчитывали на фермеров. Даже мы первое обращение, я же и говорю, земляки-фермеры, мы к вам обращаемся. Вы нас просто знаете. Вы нас поддержите. Вот. Поэтому, как бы, сейчас только единственное, мы хотим поблагодарить всех, кто отзывается, всех, кто в нас сомневается, пишут там, ну, просто так не заведут дело и так далее. Мы готовы с любыми, пускай даже сами вывезем на нашей газели людей, пускай проверят, мы это все покажем и так далее. А вот обратиться хочется именно вот к сотрудникам, но не к целой системе, а вот точечно. Индивидим. Да, и каждый вот все равно сейчас это все увидят. Именно те, кто вот уже непосредственно с нами вчера общался, до этого общались. Те ребята, которые нам говорят, девчата, вот нам вас жалко. Мы видим, что они по-человечески, они нас понимают. Кто-то говорит, девчата, мы знаем вашу работу, ну, если что, там, вы не обессудьте, там, не держите зла. Человечески и у нас к ним претензий нету. Мы понимаем, работа. Поэтому именно вот наше обращение вот именно к каждому, они поняли, о ком речь идет, эти сотрудники, подойти вот просто вот объективно вот к этой посадке. Возьмите нас, возьмите за руку. Не хотите нас, если будете думать, что мы будем доказывать свою работу всячески. Возьмите кого-то из тех работников, кто работали. Ни один не скажет, что нам они приехали и сказали, вот тут три полоски посадите, а сто гектар оставьте. Такого никогда не было. Мы, наоборот, возвращаем людей, ругаемся где-то в снег там. Даже у меня есть видео, я сижу в машине и вот до такой степени шатает машина вот этим песком, снег. Даже, вы знаете, это вообще, конечно, не в интернете вообще такие вещи говорить, да? Но тем не менее, вы поймите, там работают женщины, молодые девушки. Так как работы, допустим, нету, да, в такие сезоны. Так они задействованы, там, в СПК в сезон, еще там, вот, допустим, на орошении и так далее задействованы. Но мы приезжаем в такие сезоны, когда как раз работы нет. Даже, знаете, вот это вот, нас поймут именно степняки. Элементарно, молодым девушкам или бабушкам в туалет сходить, это надо, вот знаете, идти за горизонт, потому что это ровный бархан. Вот вы вот представьте, условия вот такие, в которых находимся. Потом бывает, плохо у нас одному человеку стало. Мы в срочном порядке, с участка, у него сердце было от вот физической работы, ехали срочно-срочно в Бергин, чтобы потом перевезти его в Цыганаман. Вот, ну, мы не жалуемся, работу мы свою любим. И мы ее знаем, и мы ее делаем. На самом деле, лучше работать в СПК. Мы за, вообще, за процветание СПК, вообще в республике в целом. Почему шли заняться витамиграцией? Забыл за этот вопрос начать. Вот честно, сначала мы, именно вот я, это уже без света, да, я одна начинала. Почему? Потому что приходили, мы консультанты, в первую очередь мы были консультанты раньше. И приходят у нас, консультируются по фито. Но я, не зная эту программу, я не могла консультировать. И когда другое фермер делал, я просто с ним поехала сама практику получить. И мне понравилось, знаете, вот честно, когда даже мы в 6 выезжаем, там, 7-8 уже участвует, воздух такой, вот это степь. И сами сельчане, люди наши, калмыки, они такие простые, такие истории классно рассказывают. На обеде мы можем гитару с собой взять, вот как будто это советское время. Там у нас стоит вся жизнь, да? Да. И мы, честно говоря, когда вот уже дело к оконцовке, когда надо транспортировать хвост, технику, да, людей и все, мы так не хотим ехать в Элисту, вот честно. Хотя я городская, в школе в городе училась, в садик здесь ходила. Вообще моя сельская житель началась с Шалты, когда я закончила уже Новочеркасскую мигративную академию. Приехала в Яшалту, влюбилась в село, я и люблю село. И вот если мне сейчас дадут такую возможность, езжай в село, вот ты докажи свою привязанность к селу, работай. Я готова, я готова, у нас акман, мы в этом году нам выпайчат дарили, там, козленка, ягненка, мы их выпаяли. Нам это нравится, я очень хочу ехать в село. Очень круто. Ну, девчонки, на этой ноте позитивно мы заканчиваем. Я желаю вам удачи, желаю вам удачи, чтобы эта беда, опасность, которая угроза над вами не надвисла, обошла вас стороной, чтобы действительно вышло так, как говорите вы. Удачи вам, спасибо, что пришли, вы смелые, самое главное, вы смелые, вы пришли. Спасибо огромное. Ну, а я смею предположить, поскольку у нас дело возбуждено по инициативе прокурора, по прокурорской проверке, и правоохранительные органы не могут отказать, в рамках статьи 37-й, я смею предположить, с учетом своего опыта, то, что это не просто так. И отводить вашу версию, что это не просто так, в отношении Гоила Циргаменко начались гранения. Здесь ее гражданская позиция активная. Ну, как еще активная? Вы и там находитесь, и здесь, да? Что касается, вот, сейчас небольшую ремарку внесу, да, что касается вот именно моего участия, да, вот, на площади, да, или то, что я же написала. Я хочу сразу пояснить, тоже в соцсетях пишут, позиция, позиция, позиция. Я не с нашими властями не в политике, я не отношусь к оппозиции, и вот хочу прям вот внести вот тут ясность такую, да, что как вообще я оказалась именно на пагоде. Я на самом деле провела планерку, ребята все разошлись делать свою работу, я свою хотела работу делать, и увидела, что сейчас идет митинг. Слушала, слушала, слушала сет, и думаю, вот мне тоже что-то хочется сказать, что там я не услышала. Просто приехала, никого не зная, вот, ни вас, никого не знаю, я просто вышла, я даже не знала, что вот такие бывают последствия, честно. Я же говорю, я настолько уже, несмотря на то, что я в городе родилась и в школе участвовала, я настолько уже вот сельская, и вот мне нравится эта простота. Я вас не привлекли, я просто вышла, выступила. Понял, я вас не привлекли по администрации тирки. Сейчас по уголовке. Да, да, да. Там меня как-то обошли. Спасибо, ученки, что пришли. Ну, дорогие друзья, ну а вам, как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мы на них отвечаем. Спасибо, что смотрите нас. Это были у нас Баира Саигаменко и Светлана Павловна. Субтитры сделал DimaTorzok